В эфире программа День города. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы и я, Алена Куколева. Сегодня вы увидите. В Рязани открылся современный комплекс для подготовки и обучения спецназа. Он возводился более двух лет и теперь станет одной из самых эффективных площадок страны для отработки всех возможных ситуаций, с которыми сталкиваются силовики в своей работе. На торжественном открытии присутствовал первый замминистра внутренних дел Виктор Золотов и наш корреспондент Марина Комиссарова. Мероприятие по совершенствованию деятельности подразделения специального назначения реализуется в Министерстве внутренних дел целенаправленно. Только в течение последних трех лет в эксплуатацию введено 16 новых объектов, одним из которых стал современный многофункциональный учебно-тренировочный комплекс для подготовки и обучения ведомственного спецназа МВД России по Рязанской области. На строительство комплекса понадобилось два с половиной года и теперь он позволит существенно расширить функциональные возможности для подготовки спецподразделений, дислоцированных в Центральном федеральном округе. Чтобы ознакомиться с расположением, оборудованием и возможностями созданной учебно-тренировочной базы, сегодня в Рязань прибыл генерал армии Виктор Золотов. Ни для кого не секрет, что бойцы ОМОНов, СОБРов при выполнении ими служебных боевых задач, их служба сопряжена с риском для жизни и здоровья. И поэтому им необходимо совершенствовать, повышать свое служебное профессиональное мастерство. Для этого построена эта база. Хочу сказать, что в 1994 году, с момента своего создания, практически, в 1993 году, в 1994 году бойцы подразделений в составе сводных отрядов СОБР и ОМОН Рязани принимали активное участие в штурме Грозного. В 1995 году освобождали больницу, заложников больницы города Буденовска. В 1996 году принимали участие в освобождении сводного отряда, который попал в засаду в городе Грозный в площадь Минок. И все дальнейшие их действия сопряжены к большим рискам. И хочу пожелать бойцам при выполнении служебных боевых задач, чтобы они возвращались домой, и все это живыми и здоровыми к своим семьям. Пожелать им удачи и всего самого доброго. На территории базы, которая занимает площадь более 8 гектаров, расположены объекты, позволяющие круглогодично проходить обучение и тренировку, при этом отрабатывая любые ситуации, с которыми спецназовцы сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Для нас это действительно масштабное событие. Ведь успешное выполнение поставленных перед нами задач напрямую зависит от качества наших тренировок, от качества нашей подготовки и, соответственно, от места, где мы сможем тренироваться. Как раз большим плюсом данного полигона является, во-первых, теперь он наш, мы в любое время можем им воспользоваться. Во-вторых, все условия, необходимые нам как для индивидуальной подготовки каждого сотрудника, так и для подготовки подразделения в целом, они здесь созданы. Но сегодня вы уже видели, как работают подразделения, ну, немножко перечислю, то есть по сдержанию преступников на автотранспорте, по освобождению заложников, как работают штурмовые группы в здании, высотная подготовка, боевая стрельба. Я хочу сказать о том, все то, с чем мы можем столкнуться в реальной жизни, у нас теперь есть возможность, ну, здесь отработать. Бойцы и сотрудники спецподразделений ОМВД России по Рязанской области и других специальных отрядов правоохранительных органов региона провели демонстрацию действий по обучению на объектах полигона. Сотрудники продемонстрировали задержание преступников на блокпосту и обезвреживание вооруженных бандитов, укрывшихся в жилом здании. Состоялась демонстрация действий по задержанию автотранспорта с преступниками и тактические упражнения сотрудников СОБР. На завершающем этапе сотрудники показали элементы высотной подготовки. На торжественной церемонии Виктор Золотов подчеркнул, что проведение учебно-методических сборов и тренировок – это не прихоть и не демонстрация силы, а необходимый элемент совершенствования подразделений и оценки их готовности к выполнению поставленных задач. Сегодня показательное поступление к своему сельству продемонстрировали не только сотрудники ОМОН и СОБР, но и коллеги спецназа федеральных служб в исполнении наказаний и контроле за оборотом наркотиков. Считаем, что сотрудники, принимавшие участие в показательном поступлении, выступления действовали слаженно и на высоком профессиональном уровне. Замминистр вручил награды сотрудникам спецподразделений. Главный федеральный инспектор Владимир Сарафанов поощрил работников строительно-подрядной организации, благодаря которой был возведен этот комплекс. А начальник у МВД России по Рязанской области Николай Пилюгин поблагодарил руководство МВД Российской Федерации за поддержку инициативы строительства и помощь в реализации. Мне, конечно, хотелось бы поблагодарить наше руководство. База прекрасная. Хотел бы заверить генерал армии Золотова, что все спецподразделения управления внутренних дел по Рязанской области оправдают оказанные доверия. Все поставленные перед нами служебно-боевые задачи будут выполнены. Спасибо большое. По итогам посещения учебно-тренировочной базы генерал армии Виктор Золотов провел рабочую встречу с командным составом спецподразделений УМВД по Рязанской области, где обсудили актуальные вопросы развития ведомственного спецназа. В 2015 году в регионе за нарушение правил дорожного движения автоинспекция вынесла более 500 тысяч административных постановлений, а с 1 января вступили в силу изменения в законодательство, которые стимулируют добровольную плату штрафов, о них подробнее Оксана Тебенихина. Нынче экономическая обстановка в стране нестабильна. Экономить приходится буквально на всем. И наши законодатели всячески поддерживают граждан в этом стремлении. С 1 января в Кодекс административных правонарушений вступили в силу некоторые изменения. Внесенные в Кодекс Российской Федерации в административных правонарушениях изменения предусматривают возможность уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного штрафа, если плата производится в течение 20 дней за дня вынесения постановления об административном правонарушении. Стоит отметить, что возможностью уплатить лишь половину суммы штрафа могут воспользоваться не все автонарушители. Особо злостными правонарушителями, которые не имеют права на скидку по штрафам, являются следующие горе-водители. Виновники ДТП, в которых пострадали люди. Автомобилисты, управлявшие транспортным средством, в алкогольном или наркотическом опьянении. Те, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Скидки не распространяются также на штрафы за повторное превышение скорости более чем на 40 км в час, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за выезд на встречку на дороге с односторонним движением. Также полную стоимость штрафа оплатят те, кто управляет автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. В случае уклонения от уплаты штрафа в указанный срок, по решению суда применяются санкции по части 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает не только наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но и административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. В прошедшем году за данное нарушение административному аресту подвергнуто 216 человек. В 1904 случаях назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере. Стоит напомнить, что административный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Информацию об имеющихся штрафах и способах их оплаты можно узнать на едином портале госуслуги. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует вовремя исполнять установленную законом обязанность по уплате административных штрафов. 70% россиян отказались от поездок за рубеж. Причиной тому стали высокие цены на путевки. Также участники опроса социологов признались, что посещать дальние страны стало слишком опасно. Таким образом, существенно выросли продажи путевок, например, в Крым. Что касается нашего региона, необъятные просторы Рязанской области также пользуются популярностью среди туристов. В новогодние праздники, например, поток туристов, посетивших наши края, увеличился на 35%. Также Рязанскую область отметили в числе лучших субъектов России по развитию внутреннего и въездного туризма в 2015 году. Ольга Харламова разбиралась в особенностях региональных путешествий. После прекращения продаж путевок в Турцию и Египет у многих возник вопрос, где теперь смогут отдохнуть российские туристы. Сейчас все большую популярность набирает внутренний туризм. Спросом пользуются путевки на Черноморское побережье, Красную Поляну, Санкт-Петербург, Казань. На 35% увеличился поток туристов и в Рязани. Надеемся, что вот эта тенденция на увеличение туристского потока в Рязанской области, она, конечно, сохранится и не только в новогодний период, но и на ближайший год. Наиболее, скажем так, востребованными направлениями в этот новогодний сезон у нас стало рекреационное направление. За 3-4 месяца люди уже забронировали проживание на базах отдыха, в санаториях, в гостиничных комплексах Рязанской области. Очень востребовано было и направление культурно-познавательного туризма. На самом деле, можно назвать рекордными цифрами по посещаемости Рязанского Кремля. Это порядка 11 тысяч посетителей за вот этот период новогодних праздников. Музей-заповедник Есенин принял порядка 4 тысяч туристов. Большой популярностью пользуются познавательные экскурсии по Рязанской области. Наполняемость туристических групп достаточно высокая. Помимо Касимова и Константина мы также добавляли сторожиловые кирицы. Одно из таких интересных направлений, посвященных Рязанским усадьбам. Также мы запускали неформатные обзорные экскурсии по городу. Ну, просто как для рязанцев, так и для приезжих. Размещали информацию в гостиницах и таким образом наполняли группы. Некоторые рязанские гостиницы в новогодние праздники были заполнены полностью. Гостей нашего города ожидали специально подготовленные праздничные программы. И уже сейчас есть гостиничные номера, забронированные на следующий год. И это не случайно. В нашем крае достаточно много красивых, живописных мест, которые еще не посетили и сами рязанцы. В гостинице комплекса «Конюшный двор» и в гостинице комплекса «В некотором царстве» была стопроцентная занятость номеров в новогодние дни. Мы делаем экскурсионные программы, возим людей в деревню Коростова, в деревню Заоковская, для того, чтобы они посетили домашнюю ферму и попробовали настоящие молочные продукты. И попробовали что-то сделать сами. Мы предлагаем нашим гостям поехать к современным художникам Трубиным в деревню Диулина, потому что они на своем участке создали настоящее сказочное королевство с интересными существами, с большим кораблем, прудом, домиками, бабой-яги, других сказочных существ. Это то, что нельзя увидеть в обычной жизни, но это то, что каждый человек хочет испытать. К нам очень часто приезжают гости из Москвы, Московской области и близлежащих городов Ярославля, Тамбова, Тулы, Владимира. В нашем комплексе всегда останавливаются иностранцы. Больше всего, наверное, гостей из Германии, из Китая, из Франции, хотя за прошедший год нас посетили граждане США, Турции, Швейцарии, Люксембурга. Так что отдыхать можно не только за границей, но и в России. Правда, путешественники могут столкнуться и с тем, что стоимость рублевого отдыха может быть не намного дешевле иностранного. Цены как на перевозку внутри России, так и на проживание в отечественных местах размещения пока соответствуют зарубежным. Гостиницы и хостелы соотносят свои цены не только с инфляцией, но и с ростом спроса. Поэтому те, кому не досталось места на раскрученных отечественных курортах, поедут либо в менее популярные регионы, либо все-таки будут искать впечатления за границей. По данным туроператоров, уже сейчас вырос спрос на туры в Таиланд, Индию и Вьетнам. Но все же многие предпочитают путешествовать по России, ведь наши края не хуже зарубежных. Нынешняя зима не перестает удивлять жителей нашего города. Удивительное разнообразие преподнесла нам природа в этом году. Необычное тепло в начале лютый холод на Новый год, поражающий воображение экстремальные сугробы за окном сейчас. Снег перестал идти, но ненадолго. Уже завтра синоптики обещают возвращение осадков. Зимы хотели, зиму получили, правда, почему-то остались недовольны. Настоящая русская все же слегка переборщила. Южные циклоны буквально атаковали наш регион, существенно увеличив снежные сугробы, но зато уберегли от сильных морозов. В четверг осадки покинули наш регион, а солнце вышло из-за облаков совсем как у Пушкина. Но, по прогнозам синоптиков, такая благодать продлится недолго. Уже ночью 22 января объявится очередной южный циклон, который вновь вернет снег, метель и порывистый ветер. Гололедицы на дорогах и снежные заносы по-прежнему останутся неотъемлемыми атрибутами. Ночью ожидается 16-18 градусов мороза, днем в пятницу минус 8, минус 10. В выходные погодная ситуация сильно не изменится. 23 января ожидается облачная погода, продолжится снег местами сильный, местами метель, усиление ветра. На дорогах снежные заносы Гололедица температура воздуха ночью минус 14-16 градусов в Рязани, минус 12-17 по области. Днем минус 10-12 в Рязани, минус 7-12 по области. 24 января в тыловой части циклона ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. На дорогах Гололедица температура воздуха ночью минус 19-21 в городе, до минус 25 по области. Днем минус 14-16 в городе, минус 12-17 по области. А вот уже с начала новой рабочей недели вновь можно будет цитировать Пушкина. Мороз и, возможно, солнце снова возьмутся за дело. Ночью температура опустится до минус 19-24. Днем ожидается не выше 12-17 градусов со знаком минус. Объятие – это не только приятно. Оказывается, люди, которые обнимают друг друга, повышают иммунитет, стимулируют нервную систему и даже повышают в крови уровень гемоглобина. Ну и, конечно, это поднимает настроение. Наталья Новикова далее о Всемирном дне объятий. Объятия полезны для здоровья, не устают повторять ученые. Настолько полезны, что 30 лет назад в США 21 января было объявлено национальным днем объятий, а затем торжественно распространилось по всему миру. Суть праздника заключается в следующем. В этот день заключить в крепкие объятия можно не только родных и близких, но и всех понравившихся незнакомцев. Для хорошего настроения достаточно пяти объятий в день по 10 секунд. Причем, по большую пользу приносят они именно тому, кто обнимает. Что именно происходит в организме в этот момент? По словам ученых, серединные структуры головного мозга возбуждаются, и это помогает снять стресс. Конечно, есть люди, для которых тактильный контакт – настоящая пытка и объятие в тягость, но таких только 5%. И если все-таки вы входите в этот небольшой процент, все равно обнимайтесь с удовольствием. Для этого вполне подойдут питомцы из домашнего зоопарка. Впрочем, обниматься полезно не только с живым человеком или с домашним питомцем. Ученые обнаружили, что для этой роли вполне подходят плюшевые медведи и зайцы. По мнению следователей из Амстердама, когда человек прижимает к себе игрушку, улетучиваются чувства тревожности. Именно поэтому дети часто не могут заснуть без любимой куклы. Кроме того, прикосновения к плюшевым мишкам повышают самооценку и спасают от страха. А еще британские ученые выяснили, что женщины гораздо охотнее, чем мужчины, позволяют прикасаться к себе. Более того, исследователи обнаружили, что больше всего обниматься любят жители Финляндии, а меньше всего – жители Великобритании. Русские разделили с французами второе место, а вот итальянцы оказались практически на одном месте с холодными британцами. В научных журналах регулярно появляются статьи, доказывающие полезность объятий. Вывод отсюда только один – обниматься действительно стоит. А значит, можно и праздновать такой вот необычный праздник. Так что, Казьма Прутков заблуждался, объять необъятное можно. Во всяком случае, раз в году, сегодня, в день объятий, можно прижать к груди весь мир. И пусть вам никогда не будет ни грустно, ни одиноко. Пусть под боком всегда будут те, кого хочется обнимать и те, кто обнимет вас. А то тепло, которым люди обмениваются во время объятий, долго греет и придает уверенности. Обнимайтесь на здоровье. Таким был этот день. Я напоминаю, что новости вы можете также увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Продолжение следует...